В России вступили в силу поправки в уголовный кодекс, касающийся пьяных ДТП. Теперь тюремный срок для нетрезвых виновников аварий существенно увеличился. В частности, от 3 до 7 лет грозит тому, кто совершил ДТП и причинил тяжкий вред здоровью другого человека. Ранее за это преступление сажали в тюрьму максимум на 4 года. Если же в аварии погиб человек, то судья может лишить виновника свободы не на 5, а на 12 лет. А в случае с двумя и более погибшими максимальный срок заключения теперь составляет не 9, а 15 лет. К слову, к этой категории преступлений относятся даже те, которые были совершены по неосторожности. Новая модификация заряженного седана Dodge Charger SRT называется White Body. Колесные арки расширены на 89 мм. Изменен задний спойлер. Установлены новые шины на 20-дюймовых дисках. Что касается техники, то здесь модернизирована подвеска. Пружины стали жестче, стабилизаторы поперечной устойчивости толще. Перенастроены и адаптивные амортизаторы Bilstein. Кроме того, седана снастили шестипоршневыми тормозами Brembo и новым электроусилителем руля с четырьмя режимами. А вот мотор менять не стали. Под капотом остался положенный другим Hellcat компрессорный V8, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Пакет White Body снизил максимальную скорость на десяток километров в час, но динамика разгона с места до 60 миль в час улучшилась на одну десятую секунды. Поэтому Dodge преподносит новинку как самый мощный и быстрый в мире седан массового производства. Субтитры создавал DimaTorzok